Тема номер один сегодняшнего совещания в мэрии – разбушевавшаяся непогода. По данным синоптиков, к вечеру начнет существенно холодать, из-за чего мокрые дороги и тротуары рискуют превратиться в котов. В связи с этим управлению благоустройства города и главам районов поставили ряд задач. Провести неплановые рейды и проверки социальных учреждений, учреждений торговли, бытовых услуг и прочих помещений на предмет очистки входных групп, входных зон и подходов к ним, чтобы и дворники, и техника могла здесь отработать в течение дня. И дальше, так сказать, при резком похолодании были применены тоже противогололедные материалы. По словам Андрея Ксензова, снегопады продолжатся, поэтому работа всех, кто задействован в уборке города будет идти в усиленном режиме. Для синхронизации деятельности подрядчиков в ночную смену утренние совещания дополнят вечерними. Сейчас, получается, дороги будут расчищать, убирать полностью ту смесь, которая образовалась на дороге. По возможности вывозить, то есть там, где по особенно большим магистралям. По тротуарам мы расчищаем полностью тротуары и при переходе температурного режима начинаем использовать противогололедную смесь на особо опасных участках, для того, чтобы не было гололедных цифр. В мэрии обратили внимание горожан. В связи с похолоданием может возникнуть обманчивое ощущение, что лед на водоемах окреп. Однако на деле он по-прежнему тонок, поэтому от походов по нему следует воздержаться. На прошлой неделе глава города дала поручение навести порядок с содержанием контейнерных площадок и вывозом мусора. После рейдов по району Международской столицы определили трех аутсайдеров. 7 и 8 ноября были проведены проверки территорий всех районов города Челябинска. В ходе объезда установлено, что в Ленинском, Советском и Центральном районах санитарное состояние отдельных территорий находится в неудовлетворительном состоянии. Информация по выявленным территориям направлена в адрес заместителя главы города по городскому хозяйству, начальнику управления благоустройства и в соответствующей администрации районов города. Что же касается других тем, в Челябинске началась активная работа по оформлению единовременной выплаты в 50 тысяч рублей мобилизованным. Также продолжают оформлять пособия на детей, призванных на фронт горожан. Сегодня заявление подали уже на 1198 человек. Инна Левошина, Урал-1.